Северный широтный ход Путин поручил правительству озаботиться финансированием строительства нового СПГ-терминала «Утренний». У него две важные задачи – обеспечить отгрузку СПГ с нового завода «Арктик-СПГ-2» и ключевая – перевести на новый уровень загрузку с Северного морского пути. Мы должны сосредоточить усилия на реализации крупных, как принято говорить, ягодных проектов, в том числе и инфраструктурных, и завод создаст совершенно иные условия для развития Северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки. Фактически, по словам экономистов, речь идет о формировании новой отрасли экономики для региона. Мы видим, что на территории Ямала формируется крупный морской кластер. Мы получаем не только порт отправления, но и порт получения, и, возможно, в-третьих, еще и порт обслуживания, то есть проходящих из СМП, когда заработает как следует, то есть будет транзитный поток, возможно, и порт обслуживания этих проходящих судов. Однако основная задача терминала – увеличить присутствие России на мировом рынке СПГ. По словам Дмитрия Медведева, в настоящий момент эта доля составляет около 4%. А уже к 2035 году наша страна должна нарастить объемы до 20% от всего рынка сжиженного газа. В случае, если мы успешно реализуем два наших проекта в области СПГ и Ямала-СПГ и практика СПГ-2, только валютные поступления в нашу страну, валютные поступления подчеркивают, будут составлять в год более 30 миллиардов долларов. Но кроме непосредственно доходов от продажи СПГ, большинство экспертов говорят и о другой важной функции проекта – диверсификации поставок газопотребителям. Преимущество трубопроводного газа – дешевизна, но его логистика не гибкая. Поставки СПГ – это новый тренд, скажем так, и многие европейские, юго-восточно-азиатские страны, они делают инфраструктуру под приемку СПГ. Это более гибкий формат, он позволяет оперативно, например, менять направление поставок. Даже есть там примеры, когда Новотек в ходе доставки своего танкера из СПГ там несколько раз его перепродавал. Сегодня рынок СПГ очень перспективен. Потребление газа растет и в азиатском регионе, и в Европе. Вот мнение исполнительного директора французской энергетической компании. В Европе около трех тысяч заправочных станций сжатого природного газа и порядка восьмидесяти сжиженного газа. И это только начало, потому что все говорят о том, что нам нужно новое топливо, особенно для грузовых авто в поездках на дальние расстояния. СПГ – это одно из лучших решений с точки зрения снижения выброса углекислого газа и его частиц. Кроме внешнего потребителя, ямальский сжиженный газ принесет пользу и жителям автономного округа. И здесь речь не только о налогах и новых рабочих местах для ямальцев. Также будет важно для наших поселков, не включенных в централизованную схему энергоснабжения, поскольку мы можем полностью перевести их на сжиженный газ и, так сказать, быть ресурсо-независимым регионом. Ну и вернемся к началу нашего сюжета, к строительству Северного широтного хода. Первому, потому что сейчас в планах у руководства страны следующий проект – Северный широтный ход 2. Это продление железнодорожной ветки с Баваненкова к порту Сабетта. Ради его реализации руководство страны готово пожертвовать распиаренным проектом скоростной магистрали Москва-Казань. Очевидно, что ямальский проект стране сейчас нужнее. Безусловно, потенциал этого региона гораздо больше. Поэтому у нас на повестке и также не так давно здесь в Сабете обсуждался этот проект Северный широтный ход 2 по приведению железной дороги сюда в Сабету. Уверены, что в будущем это будет мощный центр не только производства СБГ, но и арктической логистики. Все для этого есть, понимание руководства страны для этого тоже есть. Дорога, не дошедшая до порта, это не дорога, это недострой. Когда мы увидим, что она разойдется и на Харасаве, и на Сабету, тогда мы получим все экономические возможности, она оправдает себя. Для самого Дмитрия Артюхова этот проект может стать такой же визитной карточкой, какой для его предшественника первый Северный широтный ход. И здесь его задача, по мнению экспертов, применить максимально и искусство политика, лоббиста и, конечно, экономиста. Он именно тот представитель новой и востребованной губернаторского комплекса, который, скажем так, осуществляет экономическое и инвестиционное развитие территории. Это то требование, которое в первую очередь для регионов сегодня выдвигается, то есть возможности умения зарабатывать самим и защищать государственные инвестиции на своей территории. Эксперты уверенно говорят, решение президента по строительству терминала «Утренний» это личная победа как Дмитрия Артюхова, так и всего Ямала.